Так, ну что, сегодня у нас 20 мая 2023 года. Прошлую неделю я не снимала, потому что не сильно отличалась ситуация от того, что было от 7 мая. И сейчас у нас 20 мая уже есть большая разница. Вот, смотрите, даже здесь есть, оказывается, у нас нарциссы. Я как-то... Вот этот нарциссик, надо будет посмотреть, может быть, еще где-то есть. И вот, несмотря на то, что я очень много одуванчиков удалила в предыдущей неделе, очень много одуванчиков все-таки вылезли, подняли свои головы желтые, и придется их удалять еще. Значит, что у нас тут изменилось? Ну, кроме того, что расцвели и даже уже завяли некоторые тюльпаны, начала свести яблоня, вот эта, и там, которая у нас спереди дома. Вот эта. Вот у нее там есть какая-то плохая ветка, надо будет ее тоже спиливать. Вот она, да, ее как раз сейчас видно очень хорошо, все эти больные ветки. О, отвалилась деталь нашего забора. Надо все это чинить. Заборы, да, забор у нас очень старый и плохой. Да, и вот как раз то, что я хотела застать, и, слава богу, успела застать. Это цветение вот этой японской лыны, очень красивое. Сейчас, правда, не солнечно, поэтому не очень красиво выглядит, но у меня есть очень хорошая фотография, она на аватарке моей группы. Так, вот это я вижу, Вигейла, похоже, кандидат на удаление. Очень она тоже старая, старый куст и очень много цветов. С ее бы я тоже удалила здесь лишний. Ну, может быть, пусть пока растет, пока не вырастут. Вот эти вот мои елочки, туечки. И вот здесь какая-то елка. Я хочу побольше сделать цветов, которые... Ой, растений, которые хвойные. Заменить хвойными лиственные. Потому что эти все лиственные, все это не то. От них очень много проблем. Все время с ними что-то надо делать. Все время с ними надо воевать. А это не заболечки. Это все сажала моя мама. И, как я уже говорю, что не посадишь, все становится сорняком. Здесь у меня туя тоже вроде бы прижилась. Ну, елка наша отличная. Мы ее пересаживали. Тоже из каких-то семян. Где-то она подросла. То есть проросла, выросла и пошла, поехала из семян. Так, вот этот дуб вывезен из Крыма, из Массандровского сада. То есть парка. Ну, вот он что-то дает прирост. Может быть, надо попробовать его пересадить в одно место, чтобы он там долго жил. Это полынь. У меня брат очень любит эту полынь. Она очень напоминает ему наше детское детство в деревне. Так, посмотрим, есть ли здесь тлятли пока. Нет, я, во всяком случае, не вижу. Но я потом еще получше рассмотрю эти всякие штучки. Ну, по-моему, нету. Кедр. Ужимолость очень хорошо показала себя. Здесь на землянику кто-то, по-моему, напал. Ну, здесь надо полоть. Не знаю, где или сегодня. Сегодня тоже одни в нем приехали. Вот этот шалфей. Он очень такой ароматный, похучий. Но вид у него ужасный. Надо его удалить. Можно удалить, наверное, все, кроме вот этих вот. Или вообще весь этот пенек удалить. Из него порастет новая какая-нибудь зелень. Так, здесь все как было. Но больше зелени стало. Больше, больше, больше зелени. Вот это наша зеленика. Надо открыть временно. Вот это вот я при... Не знаю, как это называется. В общем, дала прорасти корням в этих вот веточках. И посадила. А это, по-моему, было выкопано. Откуда-то проросший семян. Тоже это туя. Она в самом зачаточном виде. Так выглядит очень странно. Как будто это елка. Но, по-моему, все-таки туя. Сколько я помню. Хотя, чертю знает, семена-то могли быть и не только туи, но и елки какой-нибудь. Так, здесь у нас... Тут я сохраняю опять туи. Это уже третий год. Это уже семян пересаженные. Да, вот видите? Это туя. У туи... Вот они как у елочки. Но на самом деле это туя. Так, что здесь еще? Вот это... Вот это тоже туя. Надо все пополоть. Но я не успеваю, конечно. Одним днем приезжаем, а не очень поздно уезжаем. Еще холодно. Да и не хочется, честно говоря. Очень как-то это... Не сказать, что дача очень радует. Здесь вот надо... Сейчас я попробую так сделать. Так, ну вот. И тут наш газон, на котором я две недели подряд удаляла разные сорняки. В основном одуванчики. И я вижу, что здесь все равно одуванчики пролезли. Я их не заметила. Они были маленькие. Вот это вот я тоже не заметила. Это ромашка. Вот куда попала. Она должна была быть под туей. Под туей мама ее сажала. И эта ромашка размножилась. Вот тоже одуванчик. Но все зеленое было. Не было видно. Он был, наверное, маленький. Ну ничего, зато сейчас они все желтенькие. Хорошо все видно. Я сейчас их поудаляю. Здесь у меня, судя по всему, погибла. Два года жившая вот эта вот самосевом образовавшаяся туя. Но, судя по всему, что-то ей не дало выжить. Это, вероятно, флоксы. Засохшие прутья я убрала. И вот здесь вот у меня какое-то... То есть это разбитое сердце. Такой цветок. Очень красивый. Причем в прошлый раз пришлось в соседний такой же росток кустик удалить. Что-то как-то лежит. Не знаю. Вот. Потому что он показал признаки какого-то повреждения. Я поняла, кто его повредил. Этот засохший, полузасохший куст, он тоже кандидат на удаление. Но здесь надо придумать, что здесь вместо него посадить. Так, дальше, значит, у нас нужно удалять вот эти все одуванчики. Вот эти все тоже одуванчики надо удалять. Полоть надо грядку с клубникой. Клубника у меня, конечно, так себе непонятная. Ой, мы, оказывается, забыли убрать вот эти вот грабли в прошлый раз. Ну ладно. Так, и здесь клубника, более-менее ничего, но непонятно, сколько она даст урожая. Ну много нам не надо, потому что варенье я не варю, но хотя бы вдоволь поесть с грядки было бы неплохо. Тут тоже одуванчики удалять. Я бы удалила еще и малину почти всю. Возможно, что я в этом году посажу вот здесь вот этот самый дуб от Массандровского парка. Планирую посадить здесь, именно вот тут, потому что какой-никакой он, наверное, вырастет, ну, я надеюсь, подрастет и будет давать нам тень. А тень нам нужна, потому что вот за этим столом мы вечером собираемся за шашлыки. За шашлыками, правильно сказать, наверное, да? В общем, готовим шашлыки вот на этом вот кострище и сидим вот за этим столом в летние вечера. И если встать напротив, вот тут как раз у нас светит солнце закатное, прямо в глаза нам. И если здесь посадить дерево, то в какой-то момент оно растет и будет давать тень. Вот это нам нужно. Здесь у нас уже перезревшие тюльпаны и вот эти два можжевельничка, вот этот вот и вот этот вот. Они очень медленно растут. Тоже будут давать тень. Они на достаточном расстоянии. Этот поменьше, потому что ему мешает тень от этого домика. Домик, похоже, что пора демонтировать. Он уже плохой и ненужный. Маленький. И он у нас используется как склад для детских всяких вещей, игрушек. Когда у меня дочь была маленькая, строили ей для того, чтобы она играла. Ну, она немножко поиграла. Теперь она же большая. Ей 13 лет. В этом году будет 14. Уже не то, что не до домика, но даже уже и не до дачи. Кстати, вот тут тоже вот эти вот ой, господи, как их там, ромашки. Сорняки, они заполонили мне весь газон. Надо их удалять и здесь досеять, наверное, наследственным способом побольше травы и клевера, которые у меня, кстати, есть. Так, давайте посмотрим еще поближе. Какая красивая у нас яблоня. Цветет. Очень красиво. Это все очень красиво. но очень скоротечно. Так, и вот этот вот нарцисс. Вот лучше бы нарцисс стал бы стал бы нарцисс этим сорняком. Я бы, наверное, не отказалась от такого. Ладно. Посмотрим. Что будет дальше. Ну, вот эти боеванчики я же не буду удалять, потому что их очень. Здесь много они сплошняком. Ну, кстати, потому их и много, что я эти годы их не удаляла. А надо было бы, наверное, потратить время. Но не успеваем. Не успеваем ничего. И вот этот лук декоративный. Мне он, кстати, не очень нравится. Может быть, надо будет его удалить. Это мамина вся такая штука. Ей сейчас уже все равно, а мне есть разница. Вот, кстати, красивенький тюльпанчик с махровыми краешками. Кончиками лепестков. Ну, видите, большую часть тюльпанов мы пропустили. Пропустили. Ничего не было хорошего стюльпана. Ну, и вот эта вот малина. Я бы малину вообще всю дала, конечно, родня любит, чтобы она была. Так, и вот это наша одна из самых хороших тюльчик, что она загибается у нас почему-то. почему она загибается. Непонятно. В общем, надо разобраться будет. Вот эти вот бывшие каналы теперь у нас засыпаны и надо их полоть. Ну, ладно. Ну, в общем, вот такие работы нам предстоят. В основном все удалять, удалять, удалять. Ну, в общем, да, получается жизнь на даче такая, сказать, сомнительная. Приезжаешь, что-то рвешь траву, ветки и уезжаешь. Вот тебе и вся удачная работа. Вот эти вот тюльпаны мне здесь тоже не нравятся. Я вообще хочу. Здесь вот раньше был куст. Хочу здесь что-то такое сделать. Еще не придумала, что куст. Был очень разлапистый, во все стороны торчал. Мы его далили. Ну, и вот эта Вигейла все-таки она уже очень старая. Цветы у нее конечно красивые, но как-то она такая не очень. Так, ну, в общем, вот такие у нас сейчас дела по даче. Сейчас сходим в управление, отдадим документы кое-какие и приступим. Всем пока. Ну что, сейчас уже около пяти часов вечера. Мы почти закончили свои работы. В основном рвали отуванчики, косили траву. кое-что еще поделали. Вернее, ничего кроме этого мы бы и не делали. Но сейчас посмотрим, какой результат. Нет уже той желтизны, которая была. Весь газол косили. вот тут тоже траву убрали. И я постаралась убрать максимально все отуванчики, которые попадались на глаза. и вот самый главный наш газон. Тоже там боковые волоте отуванчики, которые были. Вот он такой у нас стал симпатичный. Есть у меня еще задумка работать в этом году с клематистами и не давать им ползти на крышу. Надо будет убрать вот эту веревку, которая тут вот эта вот. Вот она, вот эту веревку. Надо будет убрать. и не давать им расти выше вот этой загородки. Не знаю, как это будет. Не вредно ли это, будет ли они еще цвести. Не знаю, сейчас заканчиваем и поедем уже домой. Ночевать не останется, потому что довольно холодно. Вот здесь тоже скосили траву, убирали максимальное количество одуванчиков. Ну, конечно, не доделали. Много недоделанного. Но это уже потом. в следующий раз. Вот.